Из получения святаго Иоанна Златоустого на книгу «Деяния апостольских» Будем не просто читать Писание, но и изучать и назидаться. Ведь ничего не написано напрасно. Великое зло не знать Писаний, от чего бы следовало получать пользу, от того мы получаем вред. Так часто и лекарства, имеющие по природе целительную силу, когда употребляющие их не умеют хорошо пользоваться ими, приносят вред и расстройства, и оружие, которым можно защищаться для того, кто не имеет обращаться с ним, служит во вред. А причину и то, что мы всего прочего имеем больше, нежели пользы душевной, и больше смотрим на постороннее, нежели на свою истинную пользу. О прочности дома мы часто заботимся, и не потерпели бы видеть, как он ветшает, обрушивается и повреждается от бурь. О душе же нисколько не заботимся. Но хотя и видим, что основание ее и самое здание и кровля разрушаются, не прилагаем никакого попечения. Также, если имеем скор, то стараемся об удобствах для него, нанимаем и конюхов, и коновалов, и все силы напрягаем, заботимся о помечениях, внушаем приставникам, чтобы они не гоняли его без нужды, и как попало, и не клали на него излишней тяжести. Не выпускали безвременно среди ночи, довольствовали пищу, и много устанавливаем правил касательно ухода за бессловесными животными, а в душе нисколько не печемся. Ну что я говорю о животных, полезных для нас? Многие держат маленьких птиц, которые не приносят никакой пользы, а только забавляют, и касательно их есть у нас много правил, и ничего не опущено и не забыто. Обо всем мы заботимся больше, нежели о самих себе. Так мы сделались малоценнее всего. Если кто в обиду назовет нас псом, то мы оскорбляемся. А сами в веславе себя ни словом, но делом, не прилагая попечения душе даже столько, сколько обсат, не чувствуем никакого огорчения. Видите ли, как все у нас покрыто мраком, как многие заботятся о обсат, чтобы они не были накормлены более надлежащего, чтобы они были быстрые и пригодны к охоте, побуждаемые голодом и жаждой, а о себе самих не заботятся и не стараются обуздать своего славостолюбия. Бессловесных научают любомудрую, а себя допускают не сходить до зликости животных. Это кажется загадкой. Где, скажешь, эти любомудрые и бессловесные? Но разве не великая любомудрия, когда пес, побуждаемый голодом, схвативши добычу, удерживает от попавшей ему пищи, и, видя пред собою готовую еду, томимый голодом дожидается господина? Устанитесь самих себя. Научите ваше чрево быть так же любомудрыми. Вам нет никакого оправдания. Если ты можешь сообщить такое любомудрее животному, от природы не умеющему ни говорить, ни мыслить, то тем более мог бы сообщить себе. Это ведь дело человеческого старания, не природы. Иначе все псы были бы таковыми. Итак, будьте в данном случае подобным сам. Вы сами вынуждаете меня заимствовать пример отсюда. Следовало бы от предметов небесных. Но если я начну говорить о каком-нибудь из этих предметов, вы говорите, что это слишком высоко. Потому я не говорю уже о предметах небесных. Если приведу пример Павла, вы говорите, что он был апостол. Потому я не говорю уже о Павле. Если приведу пример какого-либо другого человека, вы говорите, что он мог делать это. Потому я не указываю на человека, но на животное И животное, получившее такие свойства не от природы, чтобы вы не сказали, что оно делает это по природе А не по доброй воле, и что еще удивительно, не по собственной воле, а по твоему старанию Оно не рассуждает, что устало, что утомилось от бега, что поймало добычу собственными своими трудами Но оставив все это в стороне, исполняет волю Господина и становится выше чрева Да, оно, скажешь, ожидает одобрения, надеется получить обильнейшую пищу Скажи ты самому себе, пес, в надежде будущего довольства пренебрегать настоящим А ты не хочешь в надежде будущих благ пренебрегать настоящими Но он, скажешь, знает, что если неблаговременно и против воли Господина вкусит пища То лишится не только этой, но и обыкновенно назначаемой ему пищи И даже вместо пищи получит побои А ты и этого не можешь знать, и того, что он умеет делать по привычке Ты не исполняешь по разуму Будем подражать хотя бы сам Говорят, что делают так же и ястребы, и орлы Что те делают зайцами и серными, то и те с птицами И так же по научению человеческому Все это может обличить нас Все это может осудить нас Скажу еще Взяв диких и свирепых коней, которые бьют ногами и кусаются Опытные люди в короткое время образовывают их так Что севший на них всадник наслаждается их стройную походку А когда душа поступает беспорядочно, никто об этом не заботится Она и скачет, и бьется, и бросается на землю, как дитя И делает множество бесчинств, но никто не налагает на нее ни арка, ни пуд, ни узды И не сажает опытного всадника, то есть Христа Таким образом, все не извратилось Если ты заставляешь псов владеть желудком Укращаешь ярость льва и свирепость коней И научаешь говорить птиц То не странно ли неразумным существам сообщать свойства разумных А в разумных допускать неразумные страсти Нет, нет нам никакого оправдания Нас обвиняют все делающие должные, верные и неверные Ведь и неверные делают должное И не только люди, но и звери, и псы Отсудим себя и мы сами, которые делаем доброе, когда хотим А когда бываем беспечны, увлекаемся на злое Часто и многие из самых порочных людей, когда захотели, исправлялись А причинаю то, как я сказал, что мы всячески ищем пользу посторонней, а не нашей собственной Построил ли ты великолепный дом, ты позаботился о благоустройстве дома, а не о твоем собственном Получил ли хорошую одежду, ты позаботился о теле, а не о самом себе Если хорошую лошадь, так же Никто не заботится, чтобы душа была добра Тогда, как при доброте души нет никакой нужды в тех благах А без нее нет никакой пользы и от них Когда невесты хотя бы ее брачный чертог был убран золотыми покровами Хотя бы окружали ее сону благовиднейших и прекрасных женщин Розы и венцы Хотя бы жених был прекрасен, и служанки, и подруги все были благовидны Нет от того никакой пользы, если она сама крайне безобразна Если же она прекрасна, то и без всего этого нет для нее никакого вреда Она против пользы Потому что безобразная при этом будет касаться еще безобразнее А прекрасная без этого будет еще прекрасней Так точно и душа, если она добра, не только в этом не нуждается, но даже помрачает этим свою красоту Человек любомудрый, как мы увидим, блистает не столько в богатстве, сколько в бедности В первом случае многие приписывают любомудрие его богатству и тому, что он не имеет нужды в деньгах Если же он живет в бедности и между тем отличается всеми добродетелями И не допускает себя делать что-либо постыдное Тогда уже никто другой не разделяет с ним венца, который стяжал он любомудрен Итак, будем украшать душу, если хотим быть богатыми Что польза, если лошаки твои белые, тучные и красивые, а ты сидящий на них худ и нечист и безобразен Что польза, если ковры твои мягкие и красивые, и искусственно испечрены различными цветами А душа одета в рубище или совершенно обнажена и безобразна Что польза, если конь выступает плавно или походит более на пляшущего, нежели на идущего И украшен как бы для брачного пира, а сидящий на нем кромает душою более кромых И расстроен в руках и ногах более пьяных и расслабленных Скажи мне, если бы кто дал тебе хорошего коня, а телу ты ему нанес бы вред, какая от того польза? А теперь у тебя повреждена душа, и ты нисколько не заботишься Позаботимся же когда-нибудь, увещевая вас о самих себе Не будем считать сами себя малоценнее всего Когда кто оскорбляет нас словами, мы досадуем и огорчаемся А сами, унижая себя делами, не исправляемся Прозумимся же, хотя поздно, чтобы, приложив ревностное побечение о душе своей И возлюбив добродетель, могли мы сподобиться вечный благ Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа С которым отсутся Святым Духом Слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков Аминь